Внимание! Это новый выпуск проекта Перестройка. Данный проект был записан на стриме, прям под присмотром моих зрителей. Именно их решения во многом повлияли на этот проект. А если вы хотите внести свою лепту в следующие проекты, то обязательно приходите на стримы, которые проходят на вас.тв.тпв и на ютюбе. В понедельник, в среду, а также и в субботу в 20.00 по московскому времени. Всех жду! А также хочу поблагодарить вас за великолепную поддержку моих проектов, как моральную, так и материальную. Вот, кстати, весь список людей, которые поддержали меня на ваших экранах. Спасибо вам, друзья! Без вас у меня было бы сложнее делать контент. Также здесь есть и подписчики с Boosty. И если вы хотите попасть в этот список, то я вам рекомендую заглянуть в описании. А сейчас мы познакомимся с краткой историей клуба, который я в этом проекте перестрою. В общем, не смею вас больше отвлекать. Приятного вам просмотра! Перед тем, как мы продолжим, я хотел бы порекомендовать вам отличный онлайновый футбольный менеджер. Футбольный менеджер – Легион. Вкратце поясню, что такое футбольный менеджер. Это футбольный мир, где проходят соревнования, аналогичные реальным. Реальные команды и игроки. В отличие от FIFA, здесь не нужно принимать решения за конкретного игрока. Здесь ты управляешь всей командой в целом. А заявка на матч шлется заранее. То есть вы как тренер даете установку, а потом смотрите матч в виде анимации. Ну и также здесь присутствует все, что присуще футболу. Трансферы, прокачка команды, тренировка игроков, строительство инфраструктуры и так далее. Здесь все, ребята, есть. Гранда сразу никто не даст, вам нужно будет подняться от новичка до профи. В этом система довольно справедливая, и каждый имеет возможность в дальнейшем тренировать топ-клуб. В отличие от офлайн-менеджера, здесь все проходит онлайн. То есть вы играете с реальными людьми. Чуть не забыл, также вы можете играть бесплатно, что очень важно. Причем это самый навороченный проект в Рунете. Есть анимация матчей, свое приложение под андроид, а также сопровождает все это оперативной техподдержкой. Админы практически живут на этом проекте. Живой форум, причем он позиционируется вообще как ресурс о футболе, а не только о проекте. Поэтому можно сказать наверняка, что среди фут-менеджеров это самое большое сообщество любителей футбола. Проект стабильно существует 2006 года, я частенько на нем поигрываю, так что переходи по ссылочке в описании и начинай играть. Ну а мы продолжаем этот видеоролик. Профессиональный футбольный клуб основан в 1927 году в результате объединения трех римских команд. ФК Роман, Альба Аудачи, Фортитуда Про Рома и все, да. Три команды объединились, создали клуб и в итоге вы видите этот клуб сейчас везде. Вот так вот. Цвета клуба золотисто-желтый и пурпурно-красный. Домашние матчи проводит клуб на стадионе Стадио Олимпико, вмещающем 72 тысячи зрителей. Офигительно большой стадион и очень симпатичный. Рома принимал участие во всех сезонах серии А, с начала ее основания. То есть, аж с 1929 года. Кроме одного сезона, да, тут был один сезон, когда они выступали в серии Б. Это был сезон 1951-1952. Рома является членом ассоциации европейских клубов. Первый чемпион, кстати, Лиги Конференций. И вот, кстати, все достижения клуба на ваших экранах. И как вы видите, Рома ни разу не брала Кубок Лиги Чемпионов. Были дофиналы в Кубке Европейских Чемпионов, были финалы и в Кубке УИФА. Да. Ну и победа была в Лиге Конференций. Я про нее уже с вам сказал. И я думаю, пришло время исправить это недоразумение, что клуб ни разу, ребята, не брал Лигу Чемпионов. Пришло время перестроить клуб так, чтобы он наконец-то смог выйти в финал Лиги Чемпионов. А не сливать матчи, как он это делает сейчас. Особенно, блин, матч с Удинезой до сих пор не дает покоя мне этот матч. Хотя после этого было еще куча всяких разных матчей, где Рома смотрелось невразительно. В общем, этому клубу нужна встряска. Этому клубу нужна перестройка. И давайте ее начнем. Но начнем мы с того, что я расскажу вам о правилах проекта. Без них ведь уже никуда. Правило. Клуб может покупать лишь только трех игроков за один сезон. Повторюсь, именно покупать. Если мы взяли футболиста из свободных агентов, то мы его не считаем. Ведь, по сути, он пришел к нам бесплатно. Второе правило. Нельзя уходить в минус по итогу сезона. Ни в одном из сезонов. Вообще. Если уходим в минус, то получаем трансферный бан на один сезон. А минус мы будем обязаны погасить из прибыли следующего сезона. Так что, ребята, надо быть внимательнее следить за деньгами. А не тратить их направо и налево просто так. Вот такие вот два простых правила, которые должны будут усложнить нам задачу и сделать проект интереснее. Правила для проекта перестройка все еще дорабатываются. Поэтому, если у вас есть идеи для правил и ограничений, то welcome в комментарии. Возможно, ваша идея будет той самой вишенкой на торте в форме нашего проекта. А теперь давайте, ребята, познакомимся с главным тренером Ромой. Ведь от него тоже многое будет зависеть. Ну что, Тони Маннини, главный тренер Ромы в этом проекте. Ну и, конечно же, ребята, выбираем сразу этот клуб и будем пытаться его перестроить. Самое главное нововведение. Есть серия А, серия Б и серия С. То есть, у нас сразу три лиги есть. То есть, мы можем даже увидеть команды серии С при удачных стечении обстоятельства. Так, ну и все, выбираем Рома. Рома отличный клуб для того, чтобы сделать его великим. Ну, вновь сделать великим, потому что Рома становится три раза чемпионом Италии и 9 раз выигрывал Кубок Страны. Но нет трофеев Лиги Чемпионов, и мы должны это исправить. Еврокубки включены. Мы в прошлый раз выиграли с вами Лигу Конференции, поэтому попадаем в Лигу Европы. Ну, как-то так. Ну и, в общем, начинаем мы с нового сезона, сразу скажу. Прямо как вот в реальной жизни. Да, я вам не шучу. Ну что, Маннини представляет свое лицо на главной пресс-конференции. Ну что, главным тренером Рома становится Маннини. Еще раз вам его покажу. Отличный тренер, который, надеюсь, приведет к результату этот клуб. И мы, как всегда, стартуем с предсезонного турнира. Этот предсезонный турнир должен показать, на что способна Рома. Ну и, конечно же, ребята, в этом сезоне нам дали 46 миллионов. Очень мало. Смотрим сразу на состав. В составе, в принципе, в атаке все хорошо, как оказалось. И знаете, я бы, наверное, схему перестроил. Мне не нравится схема, которая играет мою Уринью. Причем я в реальной жизни ее как раз и увидел. Причем-то мне показалось, что для Удинезы была выбрана неправильная схема. Но я, опять же, не тренер профессиональный. Поэтому мне, наверное, не так видно. Я же просто в FIFA играю. Так, ну и вот. Мне не нравится то, что Маурини играет больше в защиту. Мне не нравится эта вот глубина низкая. Мне больше нравится, когда я играю в атаку. Да, все-таки сбалансированным оставим. Но дадим забегание. Попробуем играть в забегание. Тем более, что у нас отличные игроки есть. С хорошей скоростью. Никому не изменяю, но вот себе наизменю. Я поставлю другую схему. Я поставлю атакующую. Перестройка такая будет не совсем лайтовая, правда. Сейчас мы быстренько все позиции раскидаем. И я обязательно, ребята, все вам покажу. Слушайте, можно, конечно, попробовать с Дебала сделать не ЦФД даже, а ФРВ. Либо Дебала попробовать кинуть на фланг. Заньолу поставить на ЦФД. Дебала 80-85. Ну, в принципе, классные статы. Из него можно сделать Леонель Месси. Второго Леонель Месси. Тем более, что Дебала у нас же аргентинец по национальности. Шумородов будет чисто на запасе так находиться. Хотя у нас есть Пелегрини еще. Блин, состав-то вообще 10 из 10. Тут есть позиции, да, которые нуждаются в усилении. Я думаю, что можно что-то придумать. Сгауты. Давайте попробуем с флангами разобраться. Эль Шаровита, конечно, неплох. Сейчас я посмотрю, подумаю еще. Патрисия, Манчини, Смолинг. Я бы Смолинга убрал. Манчини-то вроде неплох. Плюс левый фланг надо будет усилить. Левый фланг. Центр защиты. Это вот все, что нуждается в усилении пока что. Возьми Бастони с обменом. Бастони с обменом. Вы видите его ценник? Он даже с обменом не смог его взять. Но попытаться стоит. Попытаться стоит. Итальянец как-никак. Сейчас попробуем. Ну и что, Бастони мы взяли, конечно. Но что-то, мне кажется, многовато я за него заплатил. 51900 плюс отдал им Смолинга. Сбадрил, так сказать. 32-летнего игрока. Ну, блин. Не дай бог этот Бастони не будет играть. Так, ключевого игрока. Ставим ему 5 лет. Контракт. Интересно, ЗП как он попросит. Так, отступные убираем. Еще бы я его не продавал за 122 миллиона. Что, он за 900 тысяч готов пойти к нам? Да, в принципе, нормально. Ему все устроило. Давайте думать насчет игрока тверфлангового. С фланговым только вообще нужно прям реально мозги включать. Теперь. Потому что тут надо будет с обменами действовать. Походу, или Шарови, например, отдавать. У нас, напоминаю, 3 трансфера всего есть за сезон. Один мы уже сделали. Это Бастони купили. Бастони и Манчини. То есть, 2 итальянца у нас, получается, в центре. Ну, в принципе, нормальная. Такая движуха получается. То есть, 2 итальянца есть. Плюс у нас еще один итальянец есть. Пелегринь, по-моему, итальянец. Финацол итальянец. И вот единственное, что у нас теперь 4 итальянца аж в составе. 5 даже итальянцев, получается. Ну, тут, конечно, я и закупился итальянцами. Так, ну, надо за Ньолу что-то делать. Ждем, короче, за Ньолу. Возможно, он как раз на фланг левый встанет. То есть, это, получается, Дебало, Заньола. И в центре Абрахам на Цапе Пелегриня. По сути, этот состав должен будет зарешать хотя бы в 4-ку сильнейший зайти. Забирает Захаряна, он отлично сыграет на ЛФ. Ну, кстати, возможно, да. Возможно, это хороший вариант. Надо будет Тель Шарави тогда отдавать. Динамо, если тут Динамо вообще есть. Захарян здесь... О, у него контракт заканчивается с Лилем. Но Захарян здесь чисто, я не знаю, ребят. Мне кажется, он тут вообще не развивается. 19 лет ему. Какой рейтинг, непонятно. За Элитом будем смотреть. Азар тут тоже пока на просмотре. Другой Азар тоже. Так, Риал Мадрид здесь пытается Абрахаму купить у меня. Я дам Абрахаму шанс. И может, многие про это писали. Абрахаму нужно давать шанс. Поэтому Абрахаму мы дадим шансик. Этот сезончик он поиграет у нас на ФРВ. Лишь посмотрим. Так, Эллиот. Пришел отчет. Ну, Эллиот, он совсем... Да, рейтинг 73. Ну, блин. Можно попробовать, конечно. Но у меня все, говорю, 3 трансфера. Мне главное их сейчас теперь нормально раскидать. Захарян 72 рейтинга, кстати. И у Захаряна контракт заканчивается. Захарян чисто на замену пойдет. Но не основной точно. Дай шанс Захаряну. Он бешено качается. Окей, давайте дадим шанс Захаряну поиграть в Европе. Не затащит. Ну, блин. Продать его в любой момент можно будет. Сейчас мы тупого с обменом заберем и все. У нас в любом случае денег немного. Кстати, можно попробовать его чистыми деньгами взять. Даже не обмениваем. Катя, давайте попробуем с обменом. В любом у меня есть ненужный вингер или еще что-то типа такого. Клюверт. Вот насколько будет Клюверт плох? Рубена можно отдать попробовать. Давайте Рубена отдадим. То есть просто за 4 готовы забрать. Ну, отдать нам Захаряна. Ну, давай. Я хочу за 4. Я хочу за 4 взять. Игра Кану. Все, хорошо. 4 ляма за Захаряна. По-моему, это вообще копейки какие-то. Мне кажется, такого в реальной жизни не может быть. В ротации, наверное. Да, он готов быть просто в ротации. То есть у Захаряна небольшие требования. И, в принципе, зарплате тоже. Отлично. Ну, как запасной вполне. Захарян подойдет. Сейчас подумаем насчет флангов. И, может быть, что-то и выдумаю. Ну, у меня есть сейчас Захарян. То есть, по сути, он должен как запасной быть. Вот вопрос, будет ли он вообще выходить? Здесь прям реально огромный вопрос. Я больше раввином, на самом деле, спихнул. После того, как у меня Заньола прокачается. Так, ну, ребят, есть еще вариантик. Я думаю, что можно, в принципе, этот сезон дальше уже листать. Ничего мы больше здесь не увидим. Денег просто нет особо. Сейчас единственное, что с молодежкой разобраться надо. Здесь единственный игрок, который это Ху из Китая. Все, остальным просто отказываем. Выстави Эль Шерави на продажу. А если я не найду никого на его позиции? По его же стоимости. То есть у меня денег-то нет особо. Эль Шерави это единственный вариант остается. 6 миллионов это прям мало. Это просто мусор какой-то покупать на трансферном рынке. И все. Мы в этом году, кстати, участвуем в Лиге Европы. На секундочку. Как победитель Лиги Конференции. Интересно, как проявим себя. Ну и, ребята, давайте все-таки попробуем этот сезон завершить. Уже в следующем сезоне продолжим наши трансферы. Я очень надеюсь, что у нас все получится. Единственное, что сейчас я сделаю, это, конечно же, контракт продлю. Иначе потеряющий игроков, не дай бог. Корича пытаются купить у нас. Но я продаю в любой клуб. Игрок, который вообще никому не нужен. Корича уходит от нас. Слава тебе, господи. Клювер, предложение по трансферу пришло. Давайте не будем говнить карьеру Клюверту. Что пускай Захарян на его позицию встанет. Не хочу говнить карьеру. Не хочу. Клюверта я продаю. А вот с остальными игроками разберемся. Тогда не стоит ли Шарави продавать. Смотрим. Клюверт продан. Гак пози пришло. Отчет. 81, да. Как по-хорош. Давайте в аренду дадим игрока. Диавару бы я продал на самом деле. Это кого у меня выкупили. Это что случилось? Откуда 40 лямов? А, это абонементы? Мы продолжаем, ребят. У нас последний транс расстается. Нифига себе. Денежки приехали. Вот это неожиданный поворот. Так, последний транс расстается. Вперед активизируемся. Да, сейчас, сейчас, сейчас посмотрю Телеманс. Обязательно. Вряд ли у него заканчивается контракт. Вряд ли у него заканчивается контракт. Юрий Телеманс. А, кстати, нет. Все нормально. Действительно заканчивается. Ну, это, блин, надо брать. Так, а здесь я думаю, что мы попробуем сыграть. Вадим Перекуп называется. Игра. Нужен им мать еще вообще. Я даже готов тут доплатить. Правда, у меня денег не так много. Слушайте, ну нет, это отличный вариант. Что бы я ни говорил сейчас, это отличный вариант. До рейтинга 85 и дешево. 42 ляма за него даем. Блин, это просто 10 из 10 трансфер. Так что не засирайте меня. До рейтинга 85 мы взяли игрока. Все, все. Отличный вариант. Телеманс. Просто вообще еще на нескольких сезонов его хватит. Плюс от мать еще избавились. Все, третий трансфер. Отказываемся от вступных. Так. Серьезно зарплаты надо будет решить. Ну вот тут, конечно, вариантики просто страшные. Страшные, ребят. Я думаю, что можно докинуть ему СЗП. Все, нормально. В нулину ушли. Вот это да. Три трансфера у нас есть. Теперь до следующего сезона получается. Три трансфера мы сделали. Внимательно посмотрите. Купили мы Захаряна, купили мы Бастония и купили мы Телеманса. Все. В следующем сезоне уже посмотрим на ваши новые трансферы. Сейчас этот сезон мы уже итоги подведем. То есть переносимся, в общем, в конец сезона, ребята. И этот сезон получится очень тяжелым. Все контракты я продлил, кому надо было. Ну, кому не надо было. Ну, до свидания им сказали. Чего уж сказать еще. Только так. Ну что, в июне месяце увидимся. У меня есть важная для вас новость. Только сейчас у вас есть уникальная возможность получить аж 33 дня подписки на онлайн-кендиатор Premier. Все, что вам нужно сделать, это перейти по ссылке в описании и ввести вот этот уникальный промокод. Причем получите эти 33 дня совершенно бесплатно. Такого еще не было. Акция доступна для всех клиентов без активной подписки по всей России. Что из себя представляет подписка Premier? Это онлайн-кинет-театр с новыми русскими сериалами, фильмами и шоу, доступными пользователям по подписке. Подписавшись, вы получите доступ к эксклюзивному и самому популярному русскому контенту собственного производства, которого больше нет нигде. Также вы можете скачивать контент и смотреть его офлайн. Сервис действует в большинстве стран мира. Можно смотреть даже за границей. Лично я благодаря этому сервису посмотрел много сериалов, которые пропустил в свое время. А также еще и фильмов. Ну и есть еще и разные шоу. Так что рекомендую вам перейти по ссылочке в описании, ввести этот промокод и получить 33 дня подписки совершенно бесплатно. Ребят, торопимся, потому что акция действует в ограниченное время. И возможно такого выгодного предложения больше не будет. Так что переходи. Ну а мы продолжаем данный видеоролик. В общем, июнь месяц 2023 года. В чемпионате мы заняли четвертую строчку, вошли в топ-4, но не в топ-3. Игроков рейтинга 85 и выше мы покупать по-прежнему не можем. На чуть-чуть не хватило. Но и мы не можем согласно серии А пока покупать. Напоминаю, что если бы мы вышли в финал Лиги Европы, то мы можем покупать игроков рейтинга 85 и выше. Поэтому внимательно смотрим. Что ж, Кубок Италия берет Ювентус. Мы здесь вылетаем от Кремензе. Или как? Кремензе. Господи, это название клуба просто ужасно. Кремонзе. Кремонзе будем пускай. Ну и, ребята, самое важное, что впереди, это посмотреть Лигу Европы. Суперкубок UEFA берет Реал Мадрид. Лигу чемпионов берет Атлетика Мадрид. Лигу Европы взяли мы. То есть мы можем покупать игроков 85 и выше рейтинга. Да, причем мы шедеврально просто прошли эту Лигу Европы. Просто невероятно. И посмотрите, что произошло. Что произошло в Баварии. Офигеть. То есть Бавария-то нас, ну, наказала, будем честны. Но мы по пенальти прошли дальше. И в финале Ювентуса просто разгромили. Лигу конференции берет ВСХМ. Ну и что? Остается сейчас посмотреть топ бомбардиров. И заработали мы в этом сезоне, кстати, 268 миллионов. Это офигительный результат. Выполнили мы задачи. Причем не все, конечно, но выполнили многие. Ну и Ху можем подписать. Фэнк Ху. Перспективный воротарь будущего. Я думаю, что можно будет его качать. Мне кажется, что-то из него получится. Но еще от нас уходит Виналдум. То есть ЦП у нас, ребята, один покидает. Хотя бы один, а не все. И теперь состав будет выглядеть другим образом. То есть, получается, Телеманс будет находиться вместо Виналдум. Ну и в опорной зоне нужно будет что-то придумать. То есть вместо вот этого 28-летнего ЦП выйдет другой игрок. Захарян прокачался на 2 пункта в рейтинге. Эль Шарови даже успел прибавить. Ну и Дебала играет на фланге. То есть, походу, придется ему вставить основную позицию именно фланга. Ну, фланговый игрок. И Заньола. Кстати, Заньола наконец-то должен уже сейчас прокачаться на фланг. Левый фланг. То есть, возможно, Заньола у нас как раз, ребята, и будет тем самым игроком, который бы играть слева. Ну а топовым бомбардиром становится Дебала. Вот так вот. Вот так вот быстро Дебала стал топом. Буквально в этом году он пришел. Ну, то есть, в реальной жизни. И сразу же стал топ. Только посмотрите, нам нужен правый вингер. Главное не перепутать. Будет он правым вингером у нас теперь полноправным. То есть, все-таки я решил его оставить на этой позиции. Ну и, ребята, еще один момент. Нам нужно с Заньолой решить вопросики. Это, конечно, переделать его на ЛФА. И поставить ему качалово. Так, уровень защиты мы убираем. Я думаю, что можно скачать ему финты. Финты никому еще не вредили. Поэтому будем прокачивать именно этот пункт. Ну и в следующем сезоне мы обязательно рассмотрим варианты с игроками. Ну а в этом году от нас уходят сразу три игрока. Один уходит так, как он был в аренде. А другие два просто мне не нужны. Ну и лучшим ассистентом в этом году стал Телеманс. Классный трансфер получился. И я доволен, ребята, результатом. Хороший сезон. Спасибо вам, друзья, за то, что посоветовали таких игроков. Да, без вас бы я, возможно, так не справился. Ну и посмотрите, Павков здесь. Питан с мячи наколотил. Кто такой Павков? Кто такой Павков? Он стал топом бомбардиром Лиги Европы. Ой, Лиги Европы. Нашей серии, а точнее. Ну, одним из топовых. Павков. Павков. Милан Павков. Кто это вообще? Так, так, так. Так, и что у нас там по остальным топам? По големпасам здесь Костич. По сухим матчам Серега. И нашего вратара здесь нет, что ли? Покиньте, да. Вольный Патрисио в итоге всего 4 сухих матча сыграл. Да, с вратарем надо будет тоже что-то думать. В Лиге Чемпионов нас точно уничтожат. Ведь мы туда попадаем как раз в следующем сезоне. Ну, Дебала хорошо себя проявил, посмотрите, в Лиге Европы. А по големпасам здесь Фикир был хороший. И Патрисио в Лиге Европы тоже себя хорошо проявил. Удивительно. Кстати, какой средний балл у Патрисио? И тут один момент я не отметил, ребят. Абрахам. 84. Просто 7.1 общая оценка. В Лиге Европы 7.5. То есть Абрахам мы не трогаем вообще. Я был неправ насчет него. Когда говорил, что возможно этот парень не будет развиваться. Но это было хорошо. Да, вратаря нужно будет нового искать. Вряд ли успеет Ху прокачаться. И будет играть у нас в основе. Поэтому, ребят, как-то так. Да. Так что вратарь нам нужен будет в новом сезоне в 100%. И не нужно будет думать о счет вратарям. Ну, блин, фланги вообще 10 из 10 получается. То есть Заньола слева встанет. Это Лишарови. Лишарови мы все-таки продадим. Это уже решено. Это 100%. А с вратарями будем решать. Так, ну и насчет новых игроков тоже в новом сезоне разберемся. Что ж, хороший сезон получился. Даже безумно хороший. Так, ну все. Завершаем сезон. Переносимся в новый сезон. Второй сезон должен быть еще интереснее. Там будет Лига Чемпионов. Будет топово, если мы выйдем в финал Лиги Чемпионов во втором сезоне. Но это вряд ли, наверное. Что ж, начинаем новый сезон. Второй сезон в нашем проекте. Надо посмотреть на трансферный бюджет. В первую очередь. После этого уже решать вопросы с ним. 99 лямов у нас есть. Круто. Но у нас по-прежнему есть только 3 трансферных сезона. Поэтому давайте сейчас посмотрим Рамсдейла. Как мне тут советуют. Рамсдейл. 25 лет ему. Слушайте, ну Рамсдейл, да. Рамсдейла, в принципе, можно взять. Но мы можем игроков, конечно, уже очень хорошего уровня покупать. На самом деле. Жоржинью выкинули. Ну, ребят, ну я не могу не воспользоваться этой штукой. Жоржинью в Соборных Агентах. Вы че? Вы че? Как я могу пройти мимо? Жоржинью. Это же Жоржинью. Бесплатный. Это же тот парень. Бесплатный. Блин, выкинули. Почему? Вы почему выкинули Жоржинью? Отличный игрок. И он на фри валяется. Ну и что-то, по-моему, большую ошибку сделали. Функционеры клуба, в котором он играл. Просто не знаю, где он играл во время того, когда его выкинули. Вряд ли он в Челси был в этот момент. Бариуса, кстати, тоже выкинули. Парадеса выкинули. Блин. Повыкидывали игроков просто на фри. Да. А среди защитников центральных ступсионов нет игроков, которых выкинули? Не, а есть Бремора, который заканчивается контракт и все. Херда. Но мне не нужен центральный защитник. Ну что, Жоржинью у нас теперь есть. Благо, что мы по правилам проекта можем покупать. В 85 и выше уже во втором сезоне. Кумбулу возвернулся, кстати. Кумбулу вернулся. Есть Жоржинью, Пеллегрини. Центр у нас просто фантастический на этот сезон. Но в следующем сезоне будут, конечно, беды с башкой, так сказать. Да, беды будут. Серьезные беды у нас с позициями. Но это будет уже в следующем сезоне. Надо будет в этом сезоне Леширови продать. Надо будет в этом сезоне сбыть, наверное, Кумбулу. Потому что им Бонет все-таки покруче будет. Ну, на мой взгляд, опять же. Плюс и Бонет скоро, наверное... Хотя Мончинин вряд ли обгонит. Мончинин игрок основы. С правым защитником мы, конечно, тоже разобраться. За Ньолой я верю, что будет прокачиваться. Но нам нужен вратарь. Вратарь нужно подумать теперь, кого взять. Ну, Рамсдейл это, конечно, отличный вариант. Да, Рамсдейла бы я взял. Рамсдейл это один из самых главных вариантов. Тем более, что куча народу именно за него топило. Я понял, что у меня нет ЦАПа на запас. Поэтому Элли классно ворвется в запасы. Вместе с Захаряном будут на банке сидеть. Смотрите, ребят, Кэмпела выкинули. Просто выкинули игрока опять. Ну, ладно, давайте возьмем Рамсдейла. Все. Окей, я готов даже 57 лямов за него заплатить. Лишь бы он играл у меня в составе. Будем, короче, надеяться на Рамсдейла все-таки. Я сейчас ему развитие поставлю. Взарабатывать он будет, конечно, приличное количество денег. 100 тысяч. Взарабатывать у нас. Рожжиня вообще был бесплатно взят. То есть, ну, по сути, мы не должны даже ныть сейчас, что что-то не так я сделал. Я думаю, что я все сделал правильно. Так, Рамсдейл встанет в основу. Да, конечно, не совсем уж топ получается. Так, ну и элита мы возьмем чисто в запас. У меня нет просто запасных цапов. Это, ребят, оправданная покупка будет. Так, где там цапы? Цапы, 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 цапы. Вот он, цап. Забираем элита. Я думаю, что можно лишь рави его обменять и все. Не хватит у меня возможностей таких. Кстати, подождите. Стоп. Я же взял бесплатно жержинью. Помните, вначале я говорил про условия, что бесплатно мы можем брать игроков? Я просто взял бесплатно же игрока. Я же его не купил. Все. Отлично. Я просто так отдал сейчас элит Шерави, потому что, ну, парень просто просиживает у меня на скамейке. Пускай он лучше в Ливерпуле порубится. Все. У нас три трансфера есть, но этот игрок жержинью был взят бесплатно. То есть, из свободных агентов. Получается, у меня есть еще один трансфер. Е. Кэмпл надо посмотреть. 12 дней, и мы узнаем его рейтинг. Я не думаю, что он супер топ. Так. Нам нужен теперь правый защитник. Желательно. Моу Коку выкинули. Так. Слушайте, ну прям скаут хорошо постарался здесь. Реально. Ну, Моу Коку надо забрать быстренько. Надо забрать Моу Коку на фри. Да-да-да. Тем более, мы можем его взять. Он бесплатный. То есть, по сути, мы не покупаем его. Я не знаю, сколько он будет ПЗП. Так, перспективный. То есть, он сам готов быть просто перспективным. На 5 лет. Блин, ну почему Моу Коку выкинули? Ну, что не так? Блин, Моу Коку просто бесплатно опять забрали. Два классных бесплатных игрока. Ван Бесака. Так. Ван Бесака. Бесака. Ван. Слушайте, контракт заканчивается. Ван Бесака подойдет. Раз его не продлевают, мне кажется, что здесь что-то не то. Давайте попробуем. Ван Бесаку закинуть к себе. Так. Вот это мне понравилось сразу. Правда, я не знаю, сколько он может стоить. Мы сейчас попробуем с обмена стартануть. Пока его не изобрали. Фафана тоже черный в песке? Да, именно так. Защитники. Надо попробовать отдать ему вот этого картдорпа. И предложить ценник. Блин, раз у него там 70 было так. Ну, я думаю, что для муф 25, может быть, 26. 26 получается. Не просто же так его там оставляли. Да. Прикиньте, если он рейтингом 80. Вот это просто я прокололся. То есть, если он в реале вообще нифига не прибавил, я прям вообще буду в гневе. Я, причем, даже не знаю, как у него ЗП может быть. Хм. Ну, нифига. 88. 88 косарей. Так. Ну что, момент истины. Та-да-да-дан. Та-да-да-да-дан. 82. Ну ладно, хотя бы чуть больше. Все, ладно, хватит. Все. Это последний был трансфер. Сначала контракты продлим, а потом уже подправимся дальше в путь, дорогу дальнюю. Тем более, что у многих игроков заканчиваются контракты. Блин, ну Вилара можно, думаю, продлить. Ну, давайте сначала с основными игроками разберемся. Теперь на Цулы разберемся. Два года. Думаю, что у нас поиграет. Дебалл 100%. Здесь прямо не обсуждается. Нужно его продлевать. Заньола. Три года еще поиграет. Руи Патрисио. Ну, думаю, на годик можно ему дать контракт. Еще страшного. Так, крестанты. Ну, окей. Два года еще. Пропердит диван. Вот это, кстати, прикольная провиденция. Возможно, зря я его не выпускаю. Блин, с Пересом не знаю. Виларом тоже. Давайте их на трансфер просто закинем и все. Я так, наверное, так и сделаю. Пускай продаются. Бесплатных алмазов, смотри. Да не надо мне бесплатных алмазов. Мне главное сейчас, чтобы особо не застрем был состав. Чтобы играли основные игроки. А то бесплатные алмазы начнут выходить и так далее. Скамейку пердеть. Так, аренда. Кстати, там предлагали в аренду кинуть в Маукоку того же. Интересный вариант, на самом деле. Я, наверное, так и сделал. Сейчас попробуем Маукоку закинуть в аренду, чтобы он развивался. Иначе он прямо в итоге нихрена не покажет из себя. По Тильмансу пришло предложение. Кстати, 15 лямов за него предлагают. Так, где там Дудо? Да, Дудо надо посмотреть. По Дудо еще не пришло отчет. Поэтому рано что-то говорить. Так, давайте сейчас раскидаем по шустряку все тренировочки. Молодым игрокам в первую очередь. Ху продолжим качать. Ху нам нужен. Блин, Ху, к сожалению, перестал развиваться. Так оно и бывает. Так, Маукоку добавляем в аренду. И пока он нам думает, куда перейти, будем качать его как лавкач. Что, нормально? Нормально. Можно еще, конечно, Эльу-то было бы отдать. Но Эль мне нужен в основе. Пускай качает пассы. Заху тоже будем качать. Здесь можно, в принципе, даже не заморачиваться особо. Кинуть его инвертированного вингера и все. Ну что, ребят. Все. С трансфером решили все вопросы. Я думаю, что можно переносить в концовку сезона. Тем более, что с продлениями тоже. И если подводить итоги, то сейчас еще дополнительно покажу, что там произошло с трансферами. Как сказать, подведем итоги. Три реальных трансфера, которые мы действительно покупали, игроков есть у нас. И остальные себе тупо бесплатные были. Да. Такие дела. Получается, Жоржини как бесплатно пришел. И трех игроков мы купили. Все. Отлично, отлично. Плюс еще и трех игроков продали. То есть у нас даже денег достаточно много осталось. Поэтому в концовку сезона. И уже там мы подведем итоги. Этого сезончика. Да. Интересно, куда в итоге выйдем. Что нас в итоге будет ждать. Вот реально интересно. Май месяц 2024 года. И мы вышли в финал Лиги Чемпионов во втором сезоне этого проекта. Это один из самых быстрых проектов получается. Это просто шок какой-то. Прикиньте, люди, которые сейчас ушли с трансляции. И такие думали, да блин, ладно, продолжат потом. А тут хоба, и уже конец. Все. По сути, мы выполнили задачу проекта. Лига Чемпионов, здравствуй. Охоу. Охо-хоу, блин. Невероятно. Ну все, я рад. Я уже выполнил задачу проекта. Я вышел в финал Лиги Чемпионов. Как можно было не верить в Эстонию? Да не знаю, блин. В Эстонии в итоге оказался топ. И оказался нет. Ну кто эти, Телеманс в итоге тоже оказался топ. Вообще, это то, что Телеманса мы взяли за копейки. За Ниолу тоже прокачал. Смотрите как. И Абрахам прибавил. Да. Ну что, 376 миллионов мы заработали за этот сезон. Но все эти итоги мы подведем позже. А сейчас самое главное событие. Это то, что, ребята, у нас финал Лиги Чемпионов. И вот этот состав вышел в этот финал Лиги Чемпионов. Учитывалось, что даже Рамсделл в этом сезоне только к нам пришел. Захарян туда рейтинга 77 прокачался. Что по Эллиуту. Эллиут. Эллиут, ребята. А где у нас Эллиут? Вот он. 79 рейтинг. Да, нам нужен запасной ЦАП. Поэтому нужно сейчас с кем-то пожертвовать здесь на позициях. Ну слушайте, у нас есть ПЗН. Зачем нам ЛЗВИНа? Что Эллиут станет вместо него? Что выйдет в запасе? В запасе как раз Ромы. И выйдет во второй половине. Фууу. Вот это было круто. Ну что, все остальные итоги подведем уже после этого матча. И будет тяжелый матч. Потому что, ну блин. Я, честно, не ожидал даже, что мы выйдем. Что мы выйдем вообще в этот финал. Я сегодня вообще даже этого не ожидал. Но вышло как-то так. Да. На арене Ауфшайльке будем играть. Погнали рубиться. Будет интереснейший матч. Рома и Парселона. Арена Ауфшальки. Приветствую вас в финале Лиги Чемпионов. Ну надо посмотреть, как Барселона шла к этому финалу. Интереснейший матч получится. Я в предвкушении, конечно. Ну блин, конечно, по нам могут сегодня прокатиться катком. Барселона, смотрите, как разорвала Баварию. Как она разорвала Манчестер Сити. Она Интер просто разорвала. Я в шоке. Я, честно сказать, в шоке. И состав Барселоны вы уже видели перед этим матчем? Если кто хочет еще раз с ним ознакомиться, перемотайте. Сейчас мы, ребята, будем пытаться показать хороший футбол сегодня. Не знаю, что из этого получится, конечно. Посмотрим. Опа! Грамсдейл! Спасибо. Спасибо. Аккуратно. Телеманс хорош, конечно. Абрахам! Абрахам! Хороший удар. Перштеги на месте. Так. Оу! Нифига себе! Нифига себе, Телеманс! Ну, открыл счет в этой встрече. Хорошо. Хорошо разыграли. И здесь просто величайший удар Телеманса. Фу! Ну что, Юрий Телеманс, открывай счет в этой встрече. Так, Абрахам. Абрахам с мячом. Абрахам! Надо было пробивать. Вот так, если сыграть. Ой, ой. Тут я что-то чересчур напижонил. Отличная передача Пеллегрини. Пеллегрини в центр. И не получилось. Так, Пеллегрини снова с мячом. Пеллегрини. Ушел мяч. Ну что, первая половина закончена. Особо ничего такого не произошло, интересно. То есть забили один мяч. Причем Барселона почти не атаковала. Ну или это можно будет выпустить. Во второй половине. Но это будет позже. Наверное, Пеллегрини можно будет вместо Жоржини вот так вот поставить. И Жоржини пока у меня ЦАПа поиграет. Но это временно. То есть я чуть позже Элиота выпущу. Пробуем позиции им поменять. Чтобы постепенно Пеллегрини привык к позиции опорника. Тем более у Пеллегрини есть позиция опорника. Да. Только вот вопрос, как будет себя Жоржини на позиции ЦАПа проявлять. Вот и вопросики остаются. Телемон хорош, конечно. Ой, ой, ой. Падение. Мне ничего не сказал судья. Проигнорировал. Ливандовский с мячом. На фланг переводит. Ну и здесь отлично. Манчини должен сыграть. Вообще без проблем каких-то. И Абрахам. Нет офсайда. Удары 2-0. Я думаю, сейчас можно уже будет выпускать Элиота. Сейчас, думаю, Элиот как раз Малины-то особо не испортит. 2-0 счет на табло. С офсайда не было. И попробуем еще чуть позже выпустить Захаряна Арсена. Пора Захаряна выпускать. Пора выпускать Захаряна и попробовать Шамуродова выпустить. С Табрахама. Я, наверное, зря это сделаю. Но попробуем. Так. Шамуродова. Ну что, троечку выпустим. Опа. Телемонс. Хорошо. И здесь. Аккуратно. Ё-моё. Надо бы фалить, походу, чтобы выпустили игрока. Только не сейчас, конечно. Только, конечно, не сейчас. Так. Просто выбить куда-нибудь. Ооо. Здесь уже фол был. В принципе, все по плану идет. 75-ая минута. 2-0. Пока это победа. Все. Видишь, ты выдержал бан. А если бы ты ушел, то Элиота бы не получил. Все. Мне кажется, глубину надо было поменьше сделать. И вот оно, моментище. И Рамсдейл здесь вытаскивает. Блин, 2-1. Смазалось концовочкой. Мэм. Мы уже расслабились, ребята. Захаряна здесь по ногам долбит. Кстати, Левандовского всего один мяч за этот сезон. Лиги чемпионов. Так. Кистье. Ну и все, ребята. Победа. В концовке уже было понятно, что Барселона не затащит. Там чисто наша расклябанность к этому мячу привела. Ну а так, да. Это победа. Это победа. 2-1. И проект завершен. Какие дела. Причем, реально, я даже не ожидал. Но оно получилось. Вот так вот. Вот этот кубок. Вот этот крутой трофей достанется нам. Быстрый проект получился. Да безумно быстрый. Ну а мы, ребята, победители Лиги чемпионов. Все. Трофей наш. И это очень, очень хороший проект. Рома становится обладателем Кубка Лиги чемпионов. Кто бы мог подумать. Но за два сезона мы превратили из клуба, который проигрывает Зудинезе 4-0, в клуб, который выигрывает Лигу чемпионов. И все это за два сезона. Причем очень даже неплохой проект получился. Потому что, в принципе, в финале мы смотрелись добротно. Намного лучше, чем Барселона. Но Барселона, на мой взгляд, вообще толку моментов не создавала. Издали пробивала, что-то там делала. Ну и лучшим игроком, кстати, признан Заньола. Серьезно. Ну и классная передача, на самом деле, здесь получилась. Пелегрини, по-моему, на фланге. Если я не ошибаюсь. Именно он подавал. Что ж, ребят. У соперника лучший Роберт Ливандовский. Причем соперник состав был реально крут. Если сейчас посмотрите, то... Ну тут на голову, наверное, в некоторых моментах был лучше. Единственное, что у нас все-таки поинтереснее была линия атаки. Все-таки там ребята были, которые прокачались со дна буквально. Мы не покупали готовых игроков уже на позиции атакующих. Например, Абрахам как был, так и остался в нашем составе. Вот так вот. Если взглянуть, опять же, на этот состав. Смотрите, Абрахам прокачался за Дебала. Это тот человек, у которого я поверил. Заньола тоже. Он был с рейтинга 80 до 85. То есть все с нуля. Пелегрини тоже с нуля. Из изменений в составе это вот линия полузащиты от Телеманса и Жоржиния. Также Бастония. И, в принципе, Ван Бесаку еще можно посчитать. Ну и Рамсдейла. Все. Эти трансферы просто зарешали. Ну и то, что я, в принципе, изменил схему. Я изменил тактику команды. Это тоже свои плоды дало. А сейчас быстренько посмотрим, что там по итогу у нас в сезоне получилось. Ну 395 миллионов мы заработали. В чемпионате мы заняли вторую строчку. Чуть-чуть не хватило до Ювентуса. Буквально чуть-чуть до чемпионства. То есть мы даже могли этот пунктик выполнить. Ну у нас не было он в главных задачах. Это чисто второстепенные. Кубок Италия берет Лацо. В этом году мы дошли до четвертьфинала, где уступили Ювентусу. Ювентусу все-таки посильнее будет на длинной стадии. То есть на длинной прямой, так сказать. Ну и суперкубок УФА берет с Атлетикой Мадрид. Да, мы в этом году проиграли им этот кубок. Но думаю, что в следующем году мы его взяли. И вот так вот мы шли, в общем, к финалу. Прошли групповой этап. Причем эпично. Всего лишь одно поражение у нас было. И то от Челси. В 1-8 финала мы прошли Матчестер Юнайтед. В четвертьфинале мы прошли Ливерпуль. В полуфинале мы прошли ПСЖ. Ну и в финале прошли. Ну и выиграли Барселону. Тем самым взяли трофей. Ну давайте еще, ладно, Лигу Европы заценим. Сейчас с Лигой конференции. И я думаю, что на этом можно точно закончить. Лигу конференции берет Франкфурт. Лигу Европы. Бенфика. Красиво. Так, ну что касается лучшего игрока нашего состава. Я думаю, что здесь уже понятно. Вы уже все поняли. Опять Дебала, да. Именно он в 30 лет тащит команду. Именно он для нас, Леонель Месси, как Леонель Месси для Барселоны. То есть у него средняя оценка 7.4 получается. По Рамсдейлу сразу скажу. По Рамсдейлу средняя оценка 7.1. То есть это реально крутой результат. И те, кто его засирал в начале, ребята, вы были не правы. Ну и вот остальные результаты. Даже в этом году Эриот играл. То есть он 2 мяча забил, 5 голевых передач отдал. Захарян забил тоже двоечку, смотрите. Маукоку забил 2 мяча. Такие дела. Что-что, вот этого я вообще не ожидал. Что Маукоку хоть что-то забьет. Все, пожалуй, ребята. Я думаю, что проект получился крайне удачным. Но опять же, на мой взгляд. Интересно, кто там в итоге в Лиге Чемпионов стал лучшим. Потому что по Глебампостам тут Абрахам лучший. Кто бомбардиров? Дебала. Вот. Даже не думал, что Дебала у меня будет настолько хорош. Завершаем этот сезон. Завершаем этот проект. Проект получился действительно добротным. И я надеюсь, что дальше будут такие же крутые проекты. И я перестану их проваливать. Да. Ну, а вы свои идеи можете оставлять в комментариях. Также подписываться на канал. Ставить лайки. Оставлять комментарии. Ну, а с вами был Матрик. Всем удачи. До скорых встреч. Всем пока. Пока-пока. Не забывайте про вас. Подписывайтесь туда. И ждите новых стримов. В общем, все. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!